Сергей, как главный тренер сборной, сегодня будете смотреть, наверное, на своих игроков. Команда уже укомплектована, кого-то присмотрели уже, либо еще идет комплектация команды? Нет, комплектация еще идет, у нас есть какой-то с Василием расширенный список, поэтому да, конкретики пока еще по игрокам, то есть конкретно там определенное число людей еще нет. Но есть расширенный список, за всеми следим, как бы опять же, кто как себя проявляет, и не дай бог, что-то может случиться, травма какая-то или еще что-то, поэтому расширенный список есть, конкретики пока еще нет. Ну, карты приоткроем, вот игроки, вот команд интернестраком и гребенник есть в сборной? Конечно, конечно, есть и с одной, и с другой, ну, скажем так, мы стараемся брать, конечно, лучших игроков, которые проявляют себя, но стараемся делать акцент на том, чтобы постараться вызвать из всех команд, которые участвуют в турнире. Скажите, каковы планы сборной? То есть была уже первая тренировка, то есть вот сейчас во время турнира удается ли собраться, удается ли что-то поработать как-то с командой? Ну, один не получается поработать, потому что, опять же, как и всегда бывает, может быть, это банально сказано, но подчеркиваю, что это все-таки любительский футбол, люди работают, люди где-то еще зарабатывают какие-то определенные деньги. Ну, у нас будет вроде бы запланировано 10-11 число, или, может быть, с 9 по 12 где-то так запланирован мини-сбор. Вот как бы ближайшие планы сбора. Василий, вот ваши какие функции сейчас, когда идет вот самая такая селекция, да, в команду? То есть вы тоже помогаете наверняка где-то что-то, какие-то штрихи добавить в состав? Ну, ясно, что просмотры игроков, серьезные смотры тактические, допустим, стандарты. Вот это, допустим, самое главное, которое должен я смотреть и помогать. Молодость или опыт играет вообще роль, или либо нет? То есть на это не смотрите, смотрите на... Играет, прежде всего, конечно, мастерство людей. Изначально это мастерство людей. А потом, конечно, сплав желательно молодости и ветеранов. Потому что то, что может сделать молодой игрок, это, опять же, объем, физическая подготовка. То есть он может добавить движения, темпа, что ветеран не всегда может. А люди постарше, они могут добавить какой-то опыт, определить, подсказать. Капитана сборной уже определили? Нет, но это еще рано. Ключевые фигуры. Мы сначала должны определить список кандидатов, именно которых конкретно уже будут готовиться или участвовать к турниру. Поэтому о капитанстве пока еще рано говорить. Хорошо, такой вопрос. У нас сегодня сейчас в команде интернестрком, вы знаете, появляется новый игрок. Уже подписали Бенджамина Балему. Да, слышно, слышно. И вот теоретически, если у этого игрока есть гражданство, может он играть в сборной? Если у него есть гражданство, и он будет показывать достойную игру, которая будет достойна для игрока сборной, почему нет, конечно. То есть ворота ни для кого не закрыты. Если ты показываешь игру и достойный играть в сборной, пожалуйста. Шансы есть даже у Бенджамина Балему. Да, если у него есть молдавское гражданство, да. Понятно. Ну что ж, скажите тогда, у сборной по мини-футболу впереди, в конце октября мы все ждем межконтинентальный кубок. Это большое событие, оно будет проходить на двух аренах. Какие команды приедут на этот турнир, уже знаете. И что ждете от этого турнира, самое главное? Ну пока конкретно есть, только тоже, не конкретного списка пока еще нет, не факт, что все подтвердили. Ну можете кого-то назвать, те, кто уже подтвердился? Ну подтвердился я надо спросить у руководства поконкретнее, пока я не могу ничего ответить. Там есть в планах те же, там, образно, португальцы, бразильцы, мексиканцы, но опять же с обстановкой это что, как будет. Пока рано что-то говорить, мы будем разговаривать с руководством и определяться. То есть в основном европейские команды и в основном там хотят бразильцев пригласить. Ну люди, сборные с семенами, которые представляют футбольную, как говорится, державу какие-то. Ну и у меня последний вопрос тогда, вы как новички, да, в этом деле, такая сборная новичков, что вы ждете от этого турнира? Ну что мы ждем? Мы ждем, конечно, чтобы у нас достаточно неплохо получилось, но опять же, мы все это делаем для того, чтобы развивать эту аму-лигу, как говорится, сока в Молдавии. Поэтому мы прежде всего надеемся, что это даст толчок для развития прежде всего этого турнира в Молдавии. Василий, как думаете, захватывающий будет турнир? Вообще вот мы привлечем к этому виду спорта зрителей? Я думаю, что захватывающий, потому что этот мини-футбол интересный футбол. И убежден, что все хотят увидеть этот 28-го, который будет, все команды, чтобы приехали. Вот это самое убежденное. Ну главное, чтобы было тоже, чтобы все приехали, чтобы был результат какой-то. Интересно. Спасибо большое. Желаю успехов, удачи сборной «Амалиги-2020». И я напоминаю, что сегодня с нами были главный тренер сборной «Амалиги» Сергей Пурянов и его помощник сборной Василий Арлет. Спасибо. Спасибо.